Сегодня мы поговорим о вертолёте. Вертолёт – это винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная движущая сила на всех этапах полёта создаются одним или несколькими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей. Самый первый эскиз двигательного аппарата, способный вертикально подниматься и садиться, отражён в рукописях выдающегося итальянского художника и учёного XV столетия Леонардо да Винчи. Он выдвинул идею геликоптера, который приобретал подъёмную силу в результате вращения винта с вертикальной осью. Такая конструкция в те времена не учитывала наличие реактивного момента, в результате которого корпус аппарата вращался бы в противоположном направлении вращению винта. Первую модель геликоптера, где был учтён реактивный момент несущего винта, построил русский учёный Михаил Ломоносов. В 1754 году им был сделан доклад в Российской Академии наук об аэродинамической машине, предназначенной для исследования и измерения температуры верхних слоёв атмосферы. Модель имела фюзеляж и два винта, которые вращались в разные стороны. Часовая пружина служила двигателем. В 1784 году два друга французские изобретатели использовали в своей модели вертолёта силу упругости сжатого лука. В середине XIX столетия во Франции было изобретено несколько моделей винтокрылых аппаратов. В 1863 году французским изобретателем Геде Ленделем был разработан проект аппарата, получивший название Аэронев. В 1869 году русский учёный Александр Ладыгин предоставил проект электролёта. Этот аппарат был с электрическим двигателем. В 90-е годы XIX столетия русский учёный-создатель аэродинамики Николай Жуковский занимается созданием вертолёта вместе со своими учениками. Им создана вихревая теория воздушного винта. Русский изобретатель Игорь Сикорский в самом начале XX столетия ещё в детстве построил модель своего первого вертолёта с двигателем на резинке. В 1907 году французам братьям Бреге вместе с профессором Шарли Рише удалось сконструировать вертолёт, поднявшийся в воздух. В мае 1911 года, после ряда неудачных попыток, русский изобретатель Игорь Сикорский продемонстрировал свою новую модель вертолёта, которая не только поднялась в воздух, но и находилась некоторое время в полёте. Особая роль в развитии вертолёта строения принадлежит русскому учёному Борису Юрьеву. В 1911 году он разработал модель отновинтового вертолёта, снабжённого хвостовым рулевым винтом. На международной выставке воздухоплавания, проходившей в 1912 году в Москве, вертолёт Юрьева получил малую золотую медаль. Испанский инженер Рауль Пискара продемонстрировал в 1923 году свою модель вертолёта. Продержавшуюся в воздухе 10 минут и пролетевшую 300 метров на высоте 3 метров. Вертолёт француза и Мишена пролетел в 1924 году на высоте 1,5 метров около 120 метров. А ещё его машина могла разворачиваться на месте, зависать в воздухе и летать задним ходом. В 1930 году Борис и Юрьев совместно с конструкторами Центрального аэрогидродинамического института построили первый экспериментальный одноместный одновинтовой вертолёт, который поднялся на высоту 605 метров. У машины было два рулевых винта и два мотора, а также впервые был установлен изобретённый Юрьевым автомат перекоса, который затормозит падение вертолёта, если откажет двигатель. В 1941 году Борис и Юрьев совместно с Иваном Братухиным разработали конструкцию двухвинтового вертолёта «Омега», продемонстрированного в 1946 году на воздушном параде под Москвой в Тушино. В 1939 году русский изобретатель Ибель Секорский создаёт свой вертолёт С-46. После устранения некоторых недостатков Секорский создаёт в 1941 году вертолёт С-47, предназначенный для военных целей. У большинства вертолётов вместо крыльев установлен большой несущий винт с вертикальной осью вращения. На хвосте вертолёта расположен второй воздушный винт. Он поменьше, и его ось вращения направлена горизонтально для компенсации вращающего момента. Такую схему имеют вертолёты Ми-1, Ми-6, Ми-26 и многие другие, созданные под руководством выдающегося конструктора Михаила Миля. Другим выдающимся конструктором Николаем Камалом была предложена другая схема в конструкции вертолётов. В данной схеме на ось один над другим насаживаются два несущих винта, которые вращаются в разные стороны. Компенсация вращающегося момента происходит без использования хвостового винта. Для вертолётов конструкторского бюро Михаила Миля использовали схему, по которой два огромных винта крепились по бокам фюзеляжа. Впрочем, какая бы схема ни использовалась, неизменно одно. Вертолёт – это аппарат, который может залетать без разбега, зависать в воздухе, свободно перемещаться вперёд, назад и в сторону. Вертолёты имеют множество применений на службе человечеству. Они широко используются как в мирных, так и в военных целях. На сегодня всё. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok